Россия, можно сказать, захватил танцевальный бум. Сотни телевизионных проектов, площадки всех городов и маленьких и больших заняты танцевальными батлами. До Ярославля эта тема тоже докатилась, и у нас проходит чемпионат по современному танцу, причем всероссийский. Подробнее о нем поговорим с нашим гостем. У нас в студии руководитель Яросданцентра Александр Журавлев. Доброе утро. Почему все-таки так популярные танцы стали? Мне кажется, лет 10-20 назад такого не было. Мне кажется, популярные танцы стали именно благодаря тому, что в последнее время было снято большое количество фильмов, где танцевальная культура популяризируется как некий способ самовыражения молодежи наравне со спортом. Это первая причина. А второе, наверное, танцы сейчас стали перешли в некий другой формат. И много танцев, современных танцев, они презентуются в соревновательном формате. То есть танцы переходят в такую некую форму спорта. И в современных танцах, чтобы заниматься, быть успешным танцором, нужно заниматься много спортом. То есть развивать себя физически. И вот это все в совокупности привело к тому, что в танцы сейчас приходит много мальчиков, очень много уделяется именно внимания физическому развитию детей и подростков. Поэтому это привело к тому, что многие танцуют прекрасно в физической форме, себя прекрасно чувствуют, но еще творчески реализуются. И все это как бы в совокупности популярно и интересно становится. Все-таки есть определенные правила, по которым происходит соревновательный процесс, да, происходит соревнование. Да. Там сложная система, но, так скажем, самое главное, это, наверное, такие критерии, как техническое исполнение, это творческий момент, постановка сама по себе, да, как бы, самое очень важное сейчас в тренде, так скажем, у судей, это оценивается даже не то, что какая-то хореография, а именно так, чтобы танцевали, чтобы это задело душу, сердце, чтобы мурашки пошли по коже, да. У нас такое есть такое модное сленговое слово, называется филинг. Филинг, чувство. Да, вот если у танцоров это есть, это, как бы, это понятие они выражают на сцене, да, тогда это круто считается. Если они просто заученные движения танцуют, это не круто. Вот, но это так все вкратце. Но это такие вот основные такие вещи, которые оцениваются. Про сами направления все-таки хотелось бы поговорить. Какие наиболее зрелищные, наиболее яркие, ну и, соответственно, какие будут представлены на чемпионате? Ну, вообще, в силу того, что это уличная хореография, это командный вид танца, к нам приезжают команды из Москвы, из Петербурга, из каких-то еще крупных городов, которые привозят огромные составы. То есть, когда на сцену выгребает там до 30 человек, и это вот, они используют не только, как скажем, инструмент, как просто хореография и ощущения, эмоции, да, и подача, но еще они, благодаря большому количеству людей, используются всевозможные эффекты. То есть, перестроение, рисунки. Это у нас называется вау-эффект, то есть, на какой-то музыкальный сцен. Массовый сценарий, да? Да, массовый, на какой-то музыкальный эффект. Поэтому вот эти команды, которые приезжают с большим количеством танцоров, они, конечно, смотрятся на сцене очень эффектно, и это очень круто. Кому же выпала честь судить такой чемпионат? Мы приглашаем к нам в Россию двух хореографов из Америки, из Соединенных Штатов, потому что, как бы, Соединенные Штаты – это законодатели моды, задают новые тренды в современной хореографии. И сотрудничаем с одним хореографом, очень известным и, так скажем, авторитетным человеком в нашей российской танцевальной культуре – это Василий Козырь, который специализируется именно на экспериментальном танце. Он очень много экспериментирует, очень много делает постановок, шоу всевозможных, причем шоу федерального уровня, например, как закрытие чемпионата мира по футболу, да? То есть работал непосредственно с Уилл Смитом, держал его за руку, так давал ему задачи – делай это, делай это. Представляете, да? Ничего себе. То есть какой уровень? Вот таких вот людей мы стараемся приглашать к нам в Вярославль именно для того, чтобы ребята, танцующие в Вярославле, участвующие в чемпионате, они понимали, что история, эта вот глобальность культуры, она не где-то там на Ютьюбе, она здесь, в Вярославле, у нас, пожалуйста, вот эти люди, можете с ними пообщаться, и они могут оценить твое творчество. Это круто. Для кого будет интересен сам фестиваль? Какого зрителя ждет? Сложилась такая тенденция, к сожалению, на чемпионатах, что, как правило, там болельщики основные – это родители. То есть дети уступают, там команды уступают, дети пришли, поболели, покричали и ушли. Вот. Наш чемпионат Moving Star, он кардинально отличается, потому что у нас заложен определенный бюджет, определенный промоушен на город нашего чемпионата, и мы, и в результате этого к нам приходит большое количество зрителей, а просто любителей танцевального шоу. И поэтому мы уже даже по обратной связи, от приезжающих к нам на чемпионат, который приезжает, это не первый год, есть такое, так скажем, мнение, что в Ярославле именно зритель есть. Именно команды выступают на большой сцене, на шикарной площадке, и когда они выходят на сцену, и на сцене тысячи зрителей, которые поддерживают любую команду и встречают любое шоу, да, это очень круто. Поэтому на нашем чемпионате, помимо болельщиков, да, конечно же, есть просто зритель, который приходит именно посмотреть хорошее, качественное шоу. Дата проведения 23-25 ноября, КЗЦ Миллениум, это основные две даты, когда будут именно командные соревнования. 23 ноября у нас будут отборочные соревнования среди детей и подростков, а 25-го это будут финалы и взрослые. Вот, поэтому наши телезрители могут прийти в эти дни на наш чемпионат, посмотреть и насладиться тем шоу, тем напором эмоциональным, которое показывают не только по телевизору и в клипах, но и вживую на нашей прекрасной сцене. Спасибо, будем болеть за наших и поддерживать всех.